Друзья, всем привет! Меня зовут Константин Кудинов и сегодня я хочу представить вам небольшой видеообзор Zetrix Ambition Z с тестом от 14 до 50 граммов. Длина удилищ 832, это около 2,5 метров. Ambition Z это старшая линейка удилищ Zetrix. Собрано все очень добротно, дорого, симпатично. Дизайн довольно-таки неброский, но примечательный. Удилище строгое, обладает приятной цветовой гаммой. К эргономике особых замечаний тоже нет. Ручка длинная, держать удилище в руках удобно. Для удилищ такой мощности это важно. Катушка-держатель очень хорошо лежит в руке, он тонкий, аккуратный, негромодкий. В этом плане у меня к удилищу претензий нет никаких. Очень нравится, очень хорошо лежит в руке. Удилище такого типажа всегда очень хорошо продаются в розничных рыболовных магазинах. На потрях оно очень приятное. Практически невесомое, очень жесткое. Идеально лежит в руке. Удилище очень злое, но реальная кривая его изгиба скорее средняя. Удилище гнется равномерно, от средней части, без провалов в каких бы то ни было местах. И кончик у него не сопливый. На практике это выражается в том, что удилище держит даже крупные приманки по всему диапазону теста на сильном и очень сильном течении. Этот амбишен не проваливается даже на проводке очень крупных силиконовых виброхвостов на тяжелых джиг-головках на сильной струе. Все очень хорошо у амбишена и с подсечкой. Сечет очень здорово. Просекает судака на огромных глубинах. Я ловил на 18-19 метрах. Подсечка очень уверенная. В хребте удилище обладает высокой мощностью. Не проваливается даже на очень резком замахе. Несмотря на очень маленький собственный вес, удилище неплохо гармонирует с мощными катушками, с морскими твинами, со стеллами. Оптимальная катушка для этого спиннинга, на мой взгляд, это практически любой 4000-ник пошимана. Гармонично в руке, гармонирует с общей мощностью снасти. И именно в условиях рыбалки выполняет поставленную задачу наш комплект на все 100%. Zetrix Ambition Z позволяет форсировать в уваживании даже крупные и средние рыбы. Но излишек мощности не проходит даром. Во время борьбы на коротке уже у подсадчика хищные рыбы с мягкой, с рыхлой пастью, в частности крупные щуки, у которых крючочек иногда цепляется за мягкие ткани верхней челюсти, иногда сходят. Это надо помнить и поаккуратнее работать на коротке, возможно, немножко ослаблять фрикцион. Этот Ambition Z прижился у меня не только в джиговой ловле, не только в тяжелой джиговой ловле, но и я довольно часто использовал его в ловле наколеблющейся блесны по травке. Столь строгий и мощный бланк позволяет короткими кистевыми продергиваниями проводить приманку через плотную траву. Тонкие тройники блесны в этот момент просто прорезают травку и освобождаются от нее и идут дальше. Далеко не каждое удилище позволяет ловить в таком стиле. Палка должна быть очень злая. Факультативно довольно часто я пробовал твичить крупные воблеры. Палка мощная, справляется с твичингом воблеров даже в 140 размере, никаких проблем не возникает. Возможно, кому-то неудобно покажется, немножко излишне для твичинга длина. Но факультативно почему бы нет. Ловили джигом, заскочили в травку на 5-10 минут. Сделали 3-4 заброса воблером, поймали свою рыбу. Меня такой вариант вполне устраивает. Ну и невозможно обойти стороной главный конек серии Ambition Z. Это, конечно же, тактильная чувствительность удилища. Чуйка уверенная во всем заявленном тестовом диапазоне. Бланк включается в работу с самых низов. Тучит на жестком грунте, на песчаном, на глинистом. Небольшие сложности могут возникнуть на мягком иллистом грунте. Там, где довольно жесткая вершинка не всегда отчетливо отыгрывает назад. Но ко всему можно приспособиться. Удилище крайне интересное и многим понравится. Подписывайтесь на наш канал, следите за новыми видео. До новых встреч!